Старкрафт Но прежде чем мы насладимся новыми приключениями аматоров, я хотел бы сказать спасибо нашим зрителям, которые поддерживают наши проекты, наши турниры. Именно благодаря вам, а также еще паре наших зрителей в главе с господином Харрисом, не так давно состоялся турнир, посвященный новому балансу, и мы уже запланировали два эпизода Короля СНГ, ноябрьский и декабрьский. Поэтому больше хорошего онлайн-контента, больше классных онлайн-турниров мы делаем именно благодаря вашей помощи по ссылке clever.press.donate. А теперь все внимание игре, где в правом верхнем углу появился загадочный теран-баркод, который, надо сказать, неплохо так кликает. Мы видим, где-то 450 у него был АПМ, средний там зашкаливает. И, судя по тому, что господин Карасуман, не знаю, как правильно читается, Карасумен, Карасуман, в общем, этот товарищ спрашивал у баркода, какой у тебя настоящий никнейм? Наверняка он просто удивился, что попал на игрока уровня в районе Грандмастера. Вполне вероятно, что с этой самой золотой рамкой вокруг никнейма, которая и дала возможность Зергу понять, что он играет против какого-то жесткого соперника. Этот самый жесткий соперник, мы видим, уже ставит Proxy Factory, так что события на карте World of Sleepers явно будут развиваться стремительно. Что же касается Зерга, то у него мы видим достаточно стандартный дебют, хэтчери, газ, пул, 4 зергинга, чтобы встретить рипера, которого нет. И, собственно, дальше заказный апгрейд на скорость собачкам, появляются на карте эти самые королевы, зергинги смотрят, нет ли где-то рядом Proxy. Здесь Proxy действительно нет, ну и дальше смотрите, что вытворяет Зерга, он ставит плетку, потому что видит, что у соперника нет командного центра. Он прилетает верлордом и видит стенку из трех соплаевой, естественно, его первая очевидная реакция, окей. Сейчас ко мне придет 40 морпехов, и меня будут просто пробивать в лоб, так что раз плетка, два плетка, бейнвинг-нест, огромное количество собак. Но на самом деле у Терана планы куда жестче. У него заказан Тор! Теран играет какую-то совершенно невероятную тролль-стратегию, как для матча по ТВЗ. Дропы Торов были популярны, были в мете второго Старкрафта, последний раз, наверное, в 2011 году. И то, я даже сомневаюсь, может быть, они уже в 2010 свое отыграли. Да, на самом деле был какой-то период в Heart of the Swarm, там, после того, как появился вот этот замечательный буст у медиваков, ускорение. Году в 2013-14, там некоторое время тоже Торов дропали, но в целом, как для ТВЗ, это билд такой достаточно странный, потому что, конечно, современные королевы, да еще и вместе с зерлингами со скоростью Торов контрят. По итогу, Карасуман вообще не понимает, что происходит, он видит, что там за стенкой просто патрулирует один-единственный морпех, он морфит бейнингов и собирается атаковать, но в этот момент к нему уже прилетает Тор в медиваке и забирает королеву. В Зерго начинаются большие проблемы и серьезные приключения, он пытается сейчас как-то двумя группками юнитов подраться, отправить одну группку зерлингов сюда на Тора и в этот момент пробить соперника здесь за стенкой. У Терна, мы видим, делается второй командный центр, очень крутая позиция занимается Тором, просто великолепно здесь все исполняет Теран, опять же, фокусит королев, которые вынуждены спасаться бегством, потому что у них нет ни малейших шансов против этого Тора, нужно слишком много собак для того, чтобы они были эффективны. Но здесь у Терана, как вы понимаете, просто гигантские проблемы, Теран просто троллит. Три командных центра, грейд плюс один на армор и вообще никаких юнитов дома. Вот такой вот билд Терана, который в итоге спасает пять пробитых ССВ в командные центры, пытается просто улететь. Простая победа Зерго, вроде бы, но проблема в том, что здесь по-прежнему летают два медивака с двумя Торами, и не все так просто для Карасумана дома, потому что эти Торы, естественно, будут и дальше лупить плетки королев, оверлордов и всех, до кого дотянутся. Посмотрите, как быстро отлетают плетки. Здесь, конечно, Зерк съедает абсолютно все, но нужно же еще что-то сделать с Торами, правильно? Торы начинают там уже и по оверлордам раздавать налево и направо, и Зерк оказывается в сапплай-блоке, пытается заново закопать плетку, отправить дронов на добычу. Дронов-то, в принципе, немало, но остается еще целых восемь ССВ у самого Терна, поэтому он спокойно может восстановиться. Ситуация для Зерка становится уже совсем неприятной, окружают зерлинги Тора, но Медивак, естественно, подбирает Тора, даже на очень красных битых ХП, 5 ХП остается у этого Тора, но Баркода ничего не смущает, он продолжает очень активно кликать, ЭПМа в среднем в два раза больше, и уже сели его командные центры, уже начинает восстановление своей экономики Терен. Здесь, более того, он будет вычинивать Торов, посмотрите, смена караула. На карте есть, сколько, три Тора, и неудивительно, что один из них может просто посидеть дома в вычинке, но еще два будут летать вот здесь, в Медиваках, и могут забрать Королеву на халяву эти Торы. Королева отступает, Зерк пока не знает, куда улетел его соперник, и наверняка думает, что он сейчас играет просто против человека, который улетел с СС-шками, и главная задача Зерка теперь заключается в том, чтобы там выйти в лейер в шпиль в Карапторов, поэтому потихоньку делаются дроны, но не все так просто. Торы продолжают летать, и, кстати говоря, разбирать не только Зерлингов, но и дронов. У этого Тора большие проблемы, но пытается, пытается спасти обоих. Баркоды, снова все удается. Терен просто шикарно здесь разыграл, поменял Медиваки для Торов, и сумел спасти и оба Медивака, и оба Тора. Зерк, естественно, понимает, что не все так просто, и пытается понять, куда же улетел Терен, у которого были командные центры, и опа, находит, находит он спрятанную локацию Терна, но на самом деле тот может продолжить просто пока вычинивать своих юнитов. Более того, он уже нормально газа собрал, для того, чтобы это не было большой проблемой. Здесь SCV еще активно добывает, их уже 17. На самом деле у Баркода очень хорошая макро, он очень быстро восстанавливается, и продолжает параллельно с этим летать одним из чемоданов, но очень тяжело будет что-то сделать дома. Тут всего-навсего один морпех, поэтому Терну снова придется эвакуироваться. Снова он загружает в командный центр своих SCV, но здесь продолжает летать медиваком и Тором, продолжает забирать королев одну за другой, продолжает очень серьезно досаждать Зергу, который, видимо, не до конца понимает, что нужно сделать для того, чтобы этот Харас остановить. Знает Карасуман, где находится продакшн соперника, но проблема сейчас главная не в продакшне Терна, а в том, что просто нет какой-то крит массы королев для того, чтобы разбираться с медиваками и, как следствие, забирать Тора. Снова медивак пролетает и улетает, спасаясь на красных ХП. Снова будут деньги для того, чтобы вычинить этих юнитов. Пытается хоть где-то приземлиться Терн, в итоге приземляется на своем собственном мейне. Здесь продолжается экшен, и Тор еще одну королеву может забрать. Ни один Тор не потерян. На самом деле просто потрясающее микро от этого баркода, и он продолжает летать чемоданами, продолжает спасать Тора в раз за разом. Кстати говоря, есть ли здесь еще и СВ? Да, здесь есть и СВ, чтобы продолжать вычинку. Тут снова начинается добыча на мейне, о которой Зерк, скорее всего, уже знает, просто не успел он туда отправить Зерганга. Вероятно, они туда отправятся прямо сейчас. Так и есть. Здесь высаживаются уже все три Тора, для которых, к слову, есть все три медивака, и это прям становится серьезной проблемой. Напомню, что у Торов-то плюс один на армор, и это решение заказать вроде бы вообще непонятный Грейт на раннем этапе игры. Сейчас, по-моему, просто керит игру Терну, и это решение чуть ли не гениально, потому что Зерганги как раз не в состоянии наносить большой урон Торам, да и от Брудлингов урона меньше. Более того, Грейт плюс один на армор спасает и медиваки, и глядишь, что Тор, который выжил на пяти хп, мог бы и не выжить, если бы этого Грейта не было, да и медивакам было бы больнее. И по итогу сейчас у Терны остается достаточно много ресурсов на вычинку. У Зерга не остается почти ничего. Три королевы и 30 собак против трех чемоданов. Не уверен, что этого будет достаточно. Здесь можно сейчас потерять и пул, и ситуация становится для Зерга просто критической. И что делать? Что делать? Зерг начинает лон-дистанс майнинг своими 16 дронами, понимая, что не может толком начать добычу здесь. Терен снова на мультитаске уже успел двумя командными центрами и всеми рабочими оказаться на другой локации. Зерг набрасывается на Торов. Посмотрите на этот контроль! Просто шикарно все снова вытворяет Терен. Выживают три медивака, причем отнюдь не на лоу хп. У них тут все хорошо. Еще минус оверлорд. И, соответственно, еще более глубокий сапплай-блок на какое-то время для Карасумана, но у него новые оверлорды уже делались. Медиваки улетают. Здесь внезапно еще и гелионы подстраиваются. Ну, понятное дело, армори была потеряна, поэтому как бы не заказать уже новых Торов. Ни один Тор по-прежнему не потерян. 57, 50 и... Что, тоже 50? Нет, и 45 фрагов у этих Торов. Просто сумасшедшее количество. Оп! И первый Тор наконец-то удалось сгрызть зергу. Ошибся впервые за всю игру в микроконтроле Терен Баркод. Здесь он подставляет гелиона, которого, мне кажется, тоже можно было бы спасти, но в итоге с приоритетом был спасен именно Тор. Тор продолжает летать. Межфакто и Старпортом. Посмотрите на этот контроль. Тор на 13 хп выживает. Другой на 79 и ССВ еще на красный хп. Какое же микро от Терена, просто жесть. Терен, по-моему, играет просто в Warcraft. Он играет не в StarCraft, он играет в Warcraft. Потому что он просто играет несколькими юнитами героями. И получается очень здорово. ССВ тем временем каким-то чудесным образом продолжает чинить Тор. Ее, в свою очередь, отхилили медиваки. Ну и почему чудесным? Потому что вроде газа не было, но сейчас он будет добыт. Здесь посмотрите, как Терен защитился. У него уже 2 орбитальных станции, 13 ССВ на 19 дронов. По инкам сейчас ситуация может быть под ноль с учетом этих мулов. И даже есть бункер, чтобы там сели морпехи и чувствовали себя в полной безопасности. Чтобы эта минеральная линия и дальше добывала. Зерк понимает, что это какая-то жесть и с ней нужно что-то делать. Он заморфил бейнингов. Но посмотрим, смогут ли они взорвать много. Здесь соплаи уводят с ССВ. Бейнинги в холостую абсолютно заходят. Зерк, тем не менее, начинает подстраивать еще реведжеров. Делает плюс 1 на коготь, чтобы нивелировать действие. Плюс 1 на армор. Но Торы уже вычинены. 64-58 убийств у них по-прежнему. Очень серьезный такой перечень боевых заслуг. И они отправляются в новый поединок. Тем более, здесь опять-таки добыча уже идет на полную. И можно попробовать сделать следующий переход. Можно вообще сейчас прилететь с Терпортом на техническую лабораторию. Построить каких-нибудь баньшей с невидимостью. Но, конечно, и так и так главными врагами Терна будут именно королевы. Торы снова выбивают минеральную линию. Снова приходится Карасуману ее полностью оставлять. Плюс 1 на коготь скоро у Зерга будет готов. Может быть, он как-то поможет. Здесь Армори пошла. Видимо, все-таки не будет съезжать с темы Тора в Терран. Ну и набрасывается реваджерами, зергингами зерг. Снова до последнего контролит Терран. До последнего разменивается и улетает через эту стенку. Пройти, естественно, зерг не может. Поэтому, видимо, будет продолжаться вычинка. Ну и, конечно, ждем заказа следующего Тора. Продолжается уже 14 минут. Это невероятная игра, в которой Терран своим билдом и своими действиями, с одной стороны, откровенно троллит. Но, с другой стороны, показывает очень крутое микро. И несколько очень неординарных решений были приняты. Ну и вообще то, каким чудом Терран до сих пор удерживается в игре, на мой взгляд, заслуживает отдельных оваций. И вычиниваются по-прежнему Торы. Есть медиваки в очень большом количестве для того, чтобы с этими Торами летать. Пытается зерг что-то придумать. Плетки добавляет, но не проводит пока никаких контратак на эту локацию. И сейчас Терран уже летит занимать вторую базу с богатым газом. Да, зергу явно нужно что-то делать. И, кажется, он это понимает. Понимает, что нельзя давать сопернику так много времени. И снова идет вперед. Снова, видимо, он готовится идти в размен. Потому что, естественно, ему нечем будет отбиваться дома от Торов. Которых уже три. И, более того, есть деньги на четвертого. Ну, по итогу сюда приходят даже реведжеры. Полный состав зерговской армии. Видя это, Терран мгновенно летит вперед. Тут есть какое-то количество собак с плюс один на коготь. Тут есть плетки, но этого будет недостаточно. Зерг нападает на локацию Террана. Здесь есть один-единственный бункер, который в любом случае вычинить не удастся. Потому что есть еще бейлинги и реведжеры. Поэтому Терран просто уходит всем, что у него есть. Снова поднимается орбитальные станции. Остается всего одна из Севи. Та самая труженица, которая уже прямо здесь ставит командный центр. Именно здесь планирует дальше жить Терран. У которого есть три Тора. И вот-вот появится четвертый. Есть пять медиваков. Более чем достаточно для того, чтобы перевозить всех Торов. И заодно, может быть, перевезти одну из Севи ту самую. Где еще два медивака, кстати? Они слишком далеко улетели. Не могут в свое время наподнять Тора. Здесь реведжеры охотятся за орбитальной станцией. Похоже, она отправляется на тот свет. Терран остается с одной орбиталкой. Вторым командным центром, который достраивается в прокси. Ну а здесь прилетают, опять же, еще два медивака. И поэтому можно пополнить Террановскую армию. Пять медиваков, четыре Тора. Шесть медиваков даже на еще один были деньги. И был лимит. На то время орбитальная станция перелетает и будет готова бросать мулов. Зерк возвращается домой. Но сейчас самое грозное войско вообще за всю игру собрал Терран. И мы видим, что реведжеры очень далеко находятся. Не помогут они в этом сражении, в котором Торы, скорее всего, будут просто спокойно разбирать Роучи и Зердлингов. Оп! Тор на красных ХП, естественно, был спасен. Орбитальная станция, впрочем, потеряна. Терран явно и откровенно законтролился. Но он правильно сделал. Потому что здесь-то он победил. И у Зерка почти не осталось боевых юнитов. Всего несколько реведжеров, Роучи, Зердлинги в небольшом количестве. Зерк собирается переезжать уже на четвертую для себя базу. Первую, вторую он потерял. Третья под ударом. Лэйр явно будет потерян прямо сейчас. Просто фантастика, что здесь происходит. У Зерга остается одна-единственная хата. Вот она. Подошли реведжеры. С ними должно быть проще. Но у Терна уже есть командный центр. Он ставит соплаи, чтобы далее можно было как-то добывать. Не будет он возвращаться на Вычинку. Потому что для Вычинки у него сейчас слишком мало денег. Поэтому нужно воевать чем есть. Да, вот так. Нужно воевать просто высаживаясь Торами в минеральной линии. Не давая сопернику добывать. И может быть летая туда-сюда вверх-вниз. С этим очень сложно будет Зергу что-то поделать. Тут еще и под ударом мы видим пул. Сейчас он будет уничтожен. А если не будет пула, то не будет и королев. Будут коррозив байлы. Но они пока не попадают. Снова высаживаются Торы. Снова забирает Тора на красный ХП. Терн в последний момент. Минус 2 реведжера. Торы дико битые. Просто нереально битые Торы. Тут вообще все войско у Терна. По-моему настолько битое, что... Сколько? 57 хитпоинтов у одного Тора. Есть второй, у которого там вообще, по-моему... Ай! Да, по-моему там была одна циферка. А вот у этого Тора уже не важно сколько было. Потому что Тора на карте нет. Три реведжера и три Тора. Плюс какое-то количество собак. Все. 6 хп у одного из Торов. 6 хп. Надо реведжеров именно как-то пытаться убивать Терна. Но не удается. Три реведжера по-прежнему живут. Роуд живет. Джи-джи, пишет Терн. Понимая, что он эту игру не вытащит. И Карасуман сумел все-таки наказать этого тролля из Грандмастер Лиги. За его очень креативную, очень интересную, просто на грани гениальности стратегию. Классная игра. И я очень рад, что мы ее посмотрели. Но я еще более рад тому, что у нас есть совершенное безумие в следующем сете. Мы переходим во вторую игру. И здесь нас ждет матча Протаса против Протаса Дратор. Появился в левом верхнем углу. И он играет против Дхармы. Как всегда, тут не только никнеймы, но и клантэги интересные. У этого господина клантэг Тудув или Тодов. Как его еще можно прочитать, я не знаю. Дратор играет в команде ХА! Или Иксэй. Как обычно, непонятные. Непонятные никнеймы, непонятные клантэги. Но самое главное, непонятные стратегии, друзья. Это то, ради чего мы смотрим такие игры. На сей раз все будет хорошо с игровой музыкой, игровыми звуками. Они довольно странно записались. Или точнее, почти не записались в прошлой игре. Но не переживайте, это разовая проблемка, которую мы точно избежим на будущее. Итак. Дхарма играет. В Двагита, кибернетку. Да, пока все прям суперстандартно. Кроме, конечно, странной стенки. Которой наш хороший товарищ Кугуар поставил бы очень высокую оценку по своей шкале. И высокая оценка в шкале Кугуаров это, как правило, плохо. Но не будем о грустном. Что касается Дратора, то у него как раз стенка абсолютно стандартная. И в этом плане никаких проблем нет. Второй пилон у него тоже дома. А вот у его соперника мы видим второй пилон поставленный в очень интересном месте. При этом оба игрока базово разведали. Тут и господин Дарма успел появиться на базе соперника. И Дратор все примерно увидел. Пошел Твайлайт. Дхарма что-то интересное делает. Связанное с Твайлайт технологиями. Может быть Чардж, может быть Блинк, может быть Адепты, может быть Дарк Шрайн. Что касается Дратора, то он открывается Адептами. Опа! А у него-то, несмотря на второй пилон дома, есть еще один третий пилон в гостях. Вот так вот интересно. Отыгрывают сейчас Протосы. Оба просто типичные ландерные Протосеки. Оба ставят Прокси. Ну, ничего страшного. Это нормально. Все Протосы так делают. Дома Адратор закрывается батарейкой. Причем не в минеральной линии противоусловного Оракула, а прямо здесь во лбу. Чтобы к нему не залетели Адепты. Посмотрите, что делает Дарма. Он ставит Дарк Шрайн и Прокси Гейт под носом у соперника, чтобы варпать Дарков. Окей. Есть проблема одна. У синего Протоса. К нему прилетает просто два Адепта прямо сейчас в минеральную линию. Правда, они очень долго тупят, прежде чем начать воевать. И по итогу два Адепта вообще ничего не убивают. Но в этом, наверное, разница между игроками-профессионалами и аматорами. Аматоры пытаются делать то же самое, что профессионалы. Типа отправил тени Адептов, похарасил. Но, конечно, получается далеко не так эффективно. Профессионал бы тут, наверное, убил пробок 10. И на этом игра бы закончилась. Но наша с вами игра так просто не закончится. Итого, Прокси Роботикс против Дарк Шрайна. Друзья, ваши прогнозы. В чью пользу такой расклад? У кого больше шансов на победу? Идут вперед сталкеры. Делается варпризма. Понятно, что ничего не знает синий протас об этом роботиксе. Ну и, естественно, красный протас ничего не знает о Дарк Шрайне и Прокси Гейтвее, которые поставлены у него под носом. Грейт на варп вот-вот доделается у синего протаса. Можно будет потихоньку варпать вот сюда Дарков. Ну а красный уже готовится идти в атаку. Ждет появления варпризма. У него есть Дваги. И так, кстати, этого, на мой взгляд, недостаточно. Оп, варпризма может ускорить появление сталкеров на поле боя. Красиво было сыграно. Ну а здесь тем временем пошел Чардж Зилотом. А что по Даркам-то? Дарки варпнуты, и они уже идут пробивать стенку в лоб. Окей. Все бы хорошо у синего протаса, но есть одна проблема. Его пришли убивать, и вот какой-то контр-игры против этого сейчас у Хармы нет. Варпаются новые сталкеры, а вот здесь уже убивают Дарки. Но, естественно, можно просто заказать обсервера, если не оказаться в сапплай-блоке. Есть ровно единичка лимита, заказывается обсервер. Все грамотно делает красный протас. Обсервер у него будет. И, в принципе, мне кажется, сейчас есть смысл просто чуть-чуть отступить красному протасу. Для того, чтобы не терять юнитов, нужно дождаться обсервера, и дальше все будет хорошо. Здесь выживает пока Нексус. И, кстати говоря, Чардж будет тригейта. В целом, довольно неплохой получается состав армии у Хармы. Здесь, скорее всего, Дратор просто потеряет Нексус. А вместе с Нексусом, наверное, и возможность восстановить для себя нормальное экономическое развитие. То есть, единственный шанс это просто идти в атаку и убивать, что, в принципе, сейчас и делает Дхарма. У его соперника три Дарка и пять Зилотов. Больше нет абсолютно ничего. Чардж практически готов. Нужно еще немножечко подождать. Чарджа пустил Дхарма вперед одного своего Дарка, но убедился, что у соперника есть обсервер. Поэтому, возможно, Дарков уже стоит слить в Архона. Ну, или вернуть домой реколом. Не знаю, в общем, что-то с ними сделать. Потому что в таком варианте они, конечно, не очень полезны. Готов чардж. Наламываются Зилоты, но вообще непонятно, в кого они счарджились-то. Может быть, там в кого-то райдкликнул по ошибке синий протас и сделал это, скорее всего, зря. Пробки уже начинают сражение. Здесь поставил Дратор дополнительное здание для того, чтобы не получить элиминейт. Призмы он, конечно же, не подмикривает. Кому нужно подмикривать-то? Тут суммарно у ребят АПМ, наверное, как у одного игрока в Мастер Лиге. Но, кстати, пошел внезапно контроль от Дратора, который это сражение выиграл. У Дхармы, правда, остается еще один гейт в проксе. Еще какое-то количество денег. Но, честно говоря, шансов тут довольно мало. И такое ощущение, что уже можно потихоньку выходить из игры. Пустая табличка продакшн. Есть три дарка. Да, можно попробовать тремя дарками убить все здания там. Но ведь есть АП-сервер и уже нет денег на новый Нексус. Да и пробки уже ни одной нет. То есть восстановиться тоже никак не получится. Ну, даже не знаю, какие здесь могут быть планы. Что будет делать синий протас? Пока, опять же, он просто убивает сопернику здания. Сам тоже теряет здание. У него, понятное дело, есть здание в проксе. Ну, и у красного протаса здания очень много. Дарк идет. Идет, наверное, смерть. И, судя по всему, вот это решение забрать еще одну пробку ему могло бы аукнуться. Но совершенно расчудесным образом он выжил на трех ХП. Дарк прям реально фартануло ему. Пытается этот пилон забрать Дарк. Но зачем дарит его своему сопернику Дхарма? Здесь Иммортал продолжает убивать здание. Нужно принимать какое-то решение. Нужно что-то делать Дхарме. Потому что, ну, вот этими тремя дарками он определенно не может просто ходить по карте и пытаться там снайпить каких-то юнитов соперника. Обсерверы есть. И обсерверы все-таки достаточно мобильны. Им, может быть, в ближайшее время порежет грейд на скорость. Но пока ничего такого не произойдет. Выбьет пилон своему сопернику Дхарма, чтобы больше обсерверов не было. Но, видимо, Дратор это устраивает. Что может сделать Дратор? Смотрите. Он может оставить вот всех этих юнитов дома. Да? И летать призмой с Имморталом и выбивать здание соперника. Вот такой у него план на победу. То есть, его план на победу вообще полностью понятен. Тут, конечно, три дарка, которые сейчас могут просто забрать сталкера. На самом деле так и происходит. Очень опасная ситуация. Но дарки тоже, в принципе, биты. Пока вроде бы удается Дратору сохранить статус-кво. Но, вообще, вы знаете, действительно теперь сложнее будет. Теперь, наверное, надо летать именно призмой со сталкером. Оставить дома Иммортала и другого сталкера. Вот красного сталкера посадить в призму и им летать. Оставить дома зеленого сталкера, зеленого Иммортала, пробок и обсервера. И, в принципе, тогда рано или поздно, наверное, удастся выбить здание соперника при должном контроле. Ну и, вообще, есть... Кстати, есть деньги на еще одно здание. Это тоже достаточно важно. Но посмотрим, как дальше будут развиваться события. Здесь... Опа! События будут развиваться следующим образом. Будет заказан блин к даркам! Он что, троллит, спросите вы? Нет, 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 нет. Этот парень не троллит. Потому что, в принципе, если подумать, у красного протаса осталось всего-то навсего два здания. И если у дарков будет блинк, то можно пробовать разводить этими дарками, заходя с разных сторон. И все, что для этого нужно, это действительно блинк, который сейчас усиленно делается. Четыре дарка на карте. Все свои деньги Дхарма потратил. Оба игрока прекрасно знают, где находится здание соперника. Дратор уже, похоже, решил сконцентрироваться на том, чтобы добыть ничью. Но Дхарма просто терпеливо ждет своего грейда на блинк. Эти гейты он может потерять. Дратор ходит ищет дарков. Он знает, что дарки были где-то здесь. Однако, на самом деле, дарки, как мы с вами видим, уже находятся совсем в другой части карты. Чуть-чуть осталось до грейда на блинк. Пробки просто пилят гейт. Ничего не происходит. Скоро уже должен потихоньку начинать срабатывать таймер ничьи. Но пока... Пока этот таймер не срабатывает. И мы видим, что дарки запрыгивает на мейн. Минус раз пробка, минус два пробка. Опа. Что произошло, думает Дратор? Как-то дарки прошли мимо. Нужно срочно идти на мейн и защищать этот пилон. Но есть ведь еще один пилон. А что делать? Есть два пилона. И надо попытаться их защитить. Но кругом бегают дарки. Кругом бегают дарки. У них есть грейд на блинк. Они пробили немного пилон и отошли. Здесь выбил своему оппоненту гейт Дратор. Но есть еще один пилон, с которым тоже нужно что-то делать. И этот пилон сейчас просто будет уничтожен. И Дратор внезапно понимает, что у него большие проблемы. Потому что здесь дарки запрыгнули на следующий пилон. Пилон на оранжевый хп. Дарки ублинкнулись. Теперь нужно просто беречь этот пилон. Но у синего протаса есть четыре дарка. И как вы думаете, что он может сделать в этой ситуации? Конечно, он может просто попробовать заблинкнуться на этот пилон. Пытается окружить его Дратор своими юнитами. Но дарки все равно прыгают и забирают последний пилон Дратора. Джи-джи. Дхарма одерживает победу на блинке Даркам. На совершенно гениальном маневре. У него не оставалось абсолютно ничего. Он мог продолжать сидеть и варпать дарков до посинения. Но он принял, на мой взгляд, единственное верное решение в этой ситуации. Просто заказать блинк Даркам. И попробовать именно на этом развести соперника. И забрать его последнее здание. Вот так мы думали, что это очередной тролль, который просто решил поиздеваться над оппонентом своими блинк Дарками. Оказалось, что парень принял просто гениальное решение. И в отличие от нашего предыдущего гостя, который троллил чемоданами более слабого игрока, этот парень сумел одержать победу. Большое спасибо нашим зрителям, которые поделились этими великолепными реплеями при помощи Discord сервера. Обязательно присоединяйтесь к этому серверу и вы. На сегодня все для вас комментировал Alex007. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь отзывами в комментариях. До новых встреч. Всем пока и удачи. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok